К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины. Владислав, здравствуйте. Добрый день. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Владислав, вот мы посмотрели сюжет о французской технике на фронте. Скажите, а какую технику больше всего, возможно, сейчас хвалят наши военные и какая показала себя с точки зрения эффективности лучше всего? Коллеги, ну очевидно, что то вооружение, которое мы получаем в рамках военно-технической помощи, от наших западных партнеров, оно, естественно, более высокоточное, более смертоносное, нежели его российские аналоги. И, в принципе, выделять какой-то один тип вооружения будет, наверное, не совсем корректно. Хвалят наши артиллеристы и артиллеристские системы М-37-ки, и полевые пушки 105-го калибра, те самые, о которых шла речь в телевизионном сюжете, хвалят они и реактивные системы залпового огня Хаймарса, и их аналоги. И, собственно говоря, то самое вооружение, которое, по сути, изменило ход боевых действий в российско-украинском конфликте, оно все нам и полезно, и эффективно, и наши специалисты его хвалят. Единственное, оно, конечно, требует весьма тщательного и щепетильного отношения к себе, требует очень четкого соблюдения регламента и алгоритма выполнения плановых работ по обслуживанию этой техники и вооружения, но тут уж мы должны понимать, что оно важнее. Или дубовы в советских времен по постройке технику и вооружения, либо же весьма высокоточное, весьма технологичное вооружение современных годов выпуска. Думаю, что соотношение по, в частности, точности прицеливания и нанесения ударов, артитических ударов, например, техника от западных производителей, оно как минимум в 7 раз превосходит по тактико-техническим характеристикам их российские и советские аналоги. Что же касается иного типа вооружения, то, безусловно, украинские силы обороны рады всему, что поставляется нам в рамках военно-технического сотрудничества. Это и бронетехника, это и система противовоздушной обороны, это и специфическое оборудование, которое помогает нашим воинам эффективно контролировать ситуацию на поле боя и, соответственно, не менее эффективно уничтожать противника. Тут, я думаю, что следует напомнить нашим зрителям, что, например, в ходе российско-украинского противостояния именно на подразделения украинских сил обороны, артиллерийские подразделения, приходится наибольшее количество уничтоженных российских солдат. По некоторым сведениям, считается, что порядка 90% российских потерь это результаты эффективного артиллерийского огня украинских подразделений. Владислав, вы знаете, в подводке к сюжету мы говорили о том, что министр обороны Франции Ле Корню заявил, что Париж уже в скором времени поставит обещанную Украине систему ПВО Сампти. Обучения наши военные уже прошли. Кроме того, на днях была хорошая новость о том, что 65 украинских военных закончили обучение на системе Патриот в США и уже прибыли в Европу, где интегрируется с другой группой сил ПВО. Скажите, как считаете, сколько еще понадобится времени для того, чтобы украинское небо было защищено вот такими, собственно, системами ПВО, как Сампти и Патриот? Эти системы противовоздушного обороны в определенной степени синхронизированы, они современные, они эффективные, они способны уничтожать в том числе и баллистические ракеты, скажем так, в настоящее время украинская система противовоздушной обороны, те, составляющие ее, не способны уничтожать ракеты противника, следующие по баллистической траектории. Сампти и Патриоты способны и на такие подвиги. Безусловно, количество такого типа вооружения нам нужно, измеряемое в десятки штук. Президент Украины Владимир Зеленский называл цифру 20 единиц батарей типа Патриот. И то даже такое количество систем противовоздушной обороны полностью не закроет все небо на территории нашей страны. Мы должны учить, что площадь Украины является наибольшей на европейском континенте. Например, наши партнеры и коллеги из государства Израиль активно расхваливают и небезосновательно расхваливают свою систему железный купол. Она состоит у них из 10 батарей. Но даже это количество батарей не способно закрыть всю территорию государства Израиль, которая по площади равняется примерно площади Киевской области. То есть наши израильские партнеры говорят, что им желательно еще иметь 4 батареи, входящие в состав железного купола. И тогда небо над Израилем будет полностью со 100% гарантией закрыто от вражеских ракет. Ну а тут мы должны понимать, что территория Украины кратно больше. И ракетное вооружение, которое против нас используют наши противники, оно на порядок более технологичное, нежели те ракеты, которые запускают повстанцы из сектора газа или из иных регионов, граничащих с Израилем в рамках террористической деятельности. И давайте, Владислав, с вами еще поговорим детальнее о ситуации на фронте. Интересный отчет Министерства обороны Великобритании. Он посвящен тому, что алкоголизм в рядах оккупантов процветает и любовь к спиртному является одной из главных причин небоевых потерь российской армии. Согласны ли вы с таким утверждением? Уж коль мы с вами исходим из позиции, что порядка 90% российских потерь это результат эффективной работы украинской артиллерии, то на количество российских солдат, которые погибли вследствие злоупотребления спиртными напитками и инцидентом связаны с этими процессами. В принципе, с одной стороны, не так велико. Но с другой стороны, мы должны понимать, что отсутствие вменяемой политики, направленной на разъяснение тем самым российским солдатам, с какой целью они вторглись на территорию суверенной Украины с оружием в руках, оно, собственно говоря, и приводит к такого рода настроениям, к такому низкому морально-психологическому состоянию российских подразделений, военнослужащих российских подразделений. Собственно говоря, ничего удивительного в этой статистике для меня нет, потому как крайне сложно мотивировать российских военнослужащих, которые, а, с одной стороны, привыкли к определенному укладу и образу жизни, а, с другой стороны, они совсем четко понимают, что кроме реализации дивных таких планов и прожектов Владимира Путина заставляет их находиться под эффективным огнем украинской артиллерии и умирать. Поэтому употребление спортивных напитков, оно не случайно. Владислав, и еще о статистике. Вот за март вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество оккупантов 24 тысячи 100 человек. Каковы факторы таких потерь в армии противника? Это вся та же артиллерия? Это артиллерия. Это абсолютно нерациональное использование подчиненного личности состава российскими генералами. Фамилия генерал-полковник Амурада, мне кажется, на века будет записана в аналы российской военной истории, как генерала, который абсолютно нерационально, абсолютно неэффективно использовал имеющиеся у него силы и средства. Причем в том числе российскую морскую пехоту, военнослужащих 155-й бригады морской пехоты технического флота, который по определению является элитарными частями путинской армии. Но тем не менее, погибли и морпехи, погибли и российские чмобики, погибнут в неимоверных количествах российские ЗК, вчерашние ЗК, ныне наемники частной военной компании «Вагнер». Путин и его генерал пытаются хоть каким-либо образом реализовать хотя бы часть своих планов. Мы же с вами помним, какая крайняя задача ставилась Путином для своих генералов. Мол, выйдете до конца марта месяца на административные границы Донецкой и Луганской области. На календаре апрель месяц и даже близко вариантов для реализации такого типа планов у путинской армии нет. Да, и к тому же конец марта оказался очень снежным сейчас на востоке Украины. Мы видели, какие сугробы и прочее. Как эта ситуация отразится на линии фронта? Играет ли она нам на руку в плане того, что мы имеем время для накопления и приезда доставки военной техники, которая необходима вооруженным силам Украины? Да, коллеги, безусловно, фактор погодных условий является весьма существенным и весьма весомым. Очевидно, что во время весенней распутицы, во время весенних дождей крайне сложно активно и эффективно использовать технику любого типа, в том числе гусечную технику, в том числе и танки. Поля раскисают, превращаются в сплошное болото и в таких условиях использовать даже грунтовые дороги невозможно. Только дороги с твердым асфальтным покрытием. Их не так много, они чудесно простреливаются и, соответственно, использовать в таких погодных условиях бронетехнику невозможно. Активно используется артиллерия, активно используется авиация. Мы видим, насколько часто россияне стали использовать штамовую и бомбардировочную авиацию для нанесения ракетных и бомбовых ударов по позициям украинских воинов в районе Авдеевки. Также работают диверсионно-разведительные группы. То есть война в определенной степени принимает формы позиционной. Потому как нет масштабных продвижений ни сил противника, ни украинских сил обороны. Но тем не менее, эта история ненадолго. Думаю, что ближе к середине апреля, к 20 числам апреля ситуация с погодой стабилизируется. А это значит, мы можем ожидать на активные боевые действия. Я делаю ставку на украинское контрнаступление. Хотя, опять же, помню о том, что президент Украины Владимир Зеленский весьма так аккуратно оценивает сроки начала украинского контрнаступления. Но тут наш президент абсолютно рационален. Украинская армия перейдет к контрнаступлению только лишь тогда, когда будет полностью к этому готово. Получить необходимые ресурсы, средства. Будет проведено боевое слажение тех подразделений, что могут подразделения украинской армии, которые будут заниматься этими вопросами. Потому что любое мероприятие должно тщательно планироваться и не менее тщательно обеспечиваться. Вы знаете, Владислав, вы уже вспомнили мясника Мурадова. И хочется о других еще поговорить, военных этих командиров российской армии. Институт исследования войны пишет следующее. Похоже, что Россия снова меняет военных руководителей в Украине после неудачных попыток наступления в конце зимы и в начале весны. Проанализировав сообщения в российских СМИ среди местных военкоров, эксперты предположили, что в российском командовании уже начались скрытые изменения, о которых могут объявить вскоре. Также, по данным Американского института изучения войны, Минобороны РФ может вернуть на прежние руководящие должности в военных операциях против Украины командующего сухопутными войсками генерала Александра Лапина и командующего ВДВ РФ Андрея Теплинского. Эти бесконечные изменения, как вы их прокомментируете? В определенной степени Владимир Путин и его ближайшее окружение тасуют колоду. Они пытаются найти того самого генерала, так называемого маршала Победы, который способен будет изменить ситуацию на поле боя. Но Теплинского, бывшего руководителя войск ВДВ российской армии, убрали неспроста. Он абсолютно рациональный российский генерал, который принял решение и это решение отстаивал. В части неиспользования российских десантников в качестве штурмовых подразделений, в качестве фактически мяса. Вот тех самых мясных штурмов. Уж простите мне за сленг, но из песни слов не выбросишь. Фактически российские десантники погибали во славу дивных желаний Путина, более уничтоженные эффективным огнем украинской артиллерии. А ведь это элитарные силы и средства путинской армии. Такая себе соль российских вооруженных сил. Именно поэтому в свое время Теплинского прибрали. Но в связи с тем, что успехов у российской армии на поле боя нет, даже после возвращения в орбиту должностных лиц принимающих решения Валерия Герасимова, мы видим, что Россия несет огромные потери. Но территориальными приобретениями хвалиться они не могут, от слова, совсем. Поэтому происходит тасование колоды российских военачальников. Будет ли она эффективна, я имею достаточно большие сомнения по одной простой причине. Дело в том, что приоритет при принятии решений остается за военно-политическим и политическим руководством Российской Федерации. В корне и в чистую не принимается решение и позиция именно военных чиновников, военных руководителей. А это значит, что и дальше Российская армия будет нести огромные потери, которые никоим образом не могут быть даже компенсированы частичной или скрытой мобилизацией в путинской России. Да, и об отсутствии успехов у российской армии уже кричат российские пропагандисты и террористы. Мы видели, что накануне террорист Гиркин, Стрелков и другие коллаборанты и приспешники записали странное видео, в котором уже говорят о том, что Россия близится к военному поражению. Говорят о том, что невозможно им взять Бахмута, Авдеевку и так далее. Создают союзы рассерженных патриотов. Как вы прокомментируете появление всех этих видеороликов и такого настроения среди этих людей? Коллеги, когда в Российской Федерации оглашают тюремные сроки в 6, 7, 8, 9, 12 лет только лишь за перепост, лайк или какой-то краткий комментарий, который направленный против поддержки так называемой специальной военной операции, такая вольность, которая позволяет себе Стрелков и Ижи с ним, навоевает на абсолютно очевидный вывод. Стрелков действует под крышей и прикрытием Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации. Ижи с ним, в принципе, это также находится в орбите этой силовой структуры, всесильной, всемогущей в масштабах целой России. Поэтому, думаю, что тут происходит, и то, что мы видим, это такой себе информационный выхлоп противодействия и борьбы силовых башен Кремля. С одной стороны, есть Российская Армия и ее главное управление, бывшее главное разведное управление. С другой стороны, есть силовики, бывшие КГБшники, а ныне ФСБшники. Есть иные представители силовых структур Российской Федерации, которые ищут место под солнцем, пытаются выйти и сесть на денежные потоки, связанные с финансированием тех сил и средств, принимающих участие в так называемой специальной военной операции. И такой раздрай на руку украинских сил обороны. Потому как, чем больше внутренних конфликтов будет происходить в самой Российской Федерации, тем более слабой, более неэффективной будет Российская Армия. А мы находимся на пороге того самого всеми ожидаемого украинского контрнаступления. И, безусловно, в таких условиях, условиях разбаланса, хаоса, либо в некоторой степени анархии, которая царит в российских элитах, она будет нам играть на руку. Вы знаете, Владислав, мы плавно как раз подошли к теме внутренних конфликтов Российской Федерации. Накануне в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в баре «Патриот», который принадлежит Евгению Пригожину, основателю ЧВК «Вагнера». В результате этого взрыва погиб один из военкоров Максим Фомин. И известно, что Американский институт войны, изучение войны, пишет, что ликвидация этого роспропагандиста – это часть большой схемы эскалации внутренних конфликтов Российской Федерации при участии Пригожина и «Вагнера». Кроме всего, мы помним, кто такой Максим Фомин. Это бывший военный преступник, который выбился в ряды военкоров и открыто говорил в свое время, мы убьем кого надо, победим кого надо, ограбим кого надо. Как вы прокомментируете вот эту бойню в банке с пауками? Очевидно, что это бойня в банке с пауками и идут те самые внутренние разборки. Мы должны понимать, кто такой Владлен Татарский и, собственно говоря, почему он стал таким мединым. Потому что количество подписчиков в 500 тысяч навевает на совершенно очевидную вещь. Действия его, как российского пропагандиста, они в определенной степени координировались, финансировались и направлялись на одно из силовых структур Российской Федерации. Ну, опять же, помню о том, что порядка 2 миллиардов долларов российская пропаганда использует для того, чтобы осуществлять свою черную деятельность. И часть этих средств в том числе направлялась на действия такого себе персонажа, как Владлен Татарский. То, что происходит там, это отголоски внутренних разборок. Очевидно, что теракт такого масштаба в самом сердце северной столицы Российской Федерации не мог случиться случайно. Попытки российских правоводительствов найти в этом процессе украинский след, я думаю, это попытка сбить следствие с верного маршрута. Ну, опять же, очевидно, что слишком могущественна Федеральная служба безопасности в России для того, чтобы не в состоянии спрятать все концы, как говорится, в воду. Ну, а то, что начинается этот раздрай, опять же, я повторюсь, он нам на руку, с учетом определенной концентрации целого ряда маргиналов, которые собрались на эту встречу в Петербурге. Думаю, что такого рода деятельность, она, собственно говоря, и создает предпосылки. Предпосылки по типу тех, которые мы в свое время видели в 1998-1999 году в самой Российской Федерации. Эти предпосылки очень хорошо писал в своей книге ФСБ «Взрывает Россию» господин Литвиненко. И, собственно говоря, можно ли исключать, что начинается вторая серия, такая себе серия уропатриотической истерии, направленная на консолидацию, мобилизацию российского общества с целью, чтобы она более активно принимала участие в так называемой специальной военной операции. Я такой вариант исключать не стану. Владислав, мы видели, что после вчерашних событий вечером в информпространстве появился медийщик Пригожин. Он водрузил где-то там флаг, как сказал Сергей Череватор, спикер восточной группировки войск, где-то в районе какого-то туалета, возможно, где-то в районе Бахмута. Но, опять же, если говорить о ситуации в Бахмуте, замминистра обороны Украины Анна Малер накануне описала ситуацию. Она сообщила, что там враг делает попытки задействовать не только вагнеровцев, но и профессиональные подразделения десантников. Непомерно высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально. Расскажите, пожалуйста, Владислав, как часто вы, как военный обозреватель, замечали за действиями российской армии, военно-политического руководства России, вот такие эмоциональные решения за последние 13 месяцев вторжения? Постоянно. И один из наиболее ярких примеров, это принятие Путина в решение об атаке, полномасштабной атаке на территории суверенной Украины 24 февраля минувшего года. Ведь российские разведчики абсолютно четко говорили ему буквально следующее. Необходимо подождать и начать такого типа атаку в июне-июле 2022 года. Но тем не менее, Путин свято уверовал в ту информацию, которую ему вливали в уши представители профильного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации и решился на масштабный штурм Украины именно 24 февраля 2022 года. Каким фатальным последствиям для Российской армии, для Российской Федерации в целом это привело, собственно говоря, весь мир является тому свидетелем. Таких эмоциональных решений очень много, потому как в процессе принятия решений, реализации тех или иных решений, очень часто российские генералы исходят из следующих факторов. Они боятся. Они боятся расстроить Владимира Путина, они боятся нести в своей неполноценности, несостоятельности и неспособности реализовать те или иные планы. А каким образом они закрывают все эти вопросы? Путем уничтожения в немыслимом количествах российских чмобиков, которых призывают в рамках частичной или скрытой мобилизации. Это единственный доступный фактор, который позволяет еще российской армии держать определенный темп наступления и, невзирая на потери, пытаться продвигаться вперед. Что касаемо ситуации в Бахмуте, я не являюсь официальным спикером, в принципе, могу позволить себе говорить несколько больше ниже официальных представителей. Очевидно, что ситуация там является крайне сложной. Бои идут в самом городе, в том числе в центре города. Не менее сложная ситуация в северных и южных микрорайонах города. Но тут и сейчас есть очень важный фактор, который позволяет нам достаточно уверенно смотреть на эту ситуацию. Украинские десантники в состоянии держать свободным горло, через которое проходит дорога, с помощью которой осуществляется вся логистика украинских защитников Бахмута. С помощью этой же дороги эвакуируется получивший район украинский военнослужащий. И до тех пор, пока украинские десантники в состоянии выполнять эту крайне сложную задачу, Бахмут будет стоять. Тем более, если мы с вами посмотрим на карту этого Донецкого города, то основная часть и объектов, и жилых домов находится именно в западной части этого населенного пункта. Север – это промышленные микрорайоны, юг – это частный сектор, восточный сейчас город, как называемая Забахмутка, это тоже частный сектор. Сейчас россияне в рамках штурмовых действий вторглись в центральную часть города, и мы помним буквально следующее. Любые бои в городской застройки, они всегда вязкие, они всегда несут колоссальным потерям штурмующих подразделений. Поэтому свою главную миссию Бахмут продолжает выполнять. Он фактически перемалывает остатки российской армии, которая, невзирая на огромные потери, пытается ползти вперед. Да, Владислав, и вот об этих потерях и мобилизации в России хочется у вас еще поинтересоваться. Следующее. Россия отмечает, что на портале госуслуги исчезла кнопка «удалить свой профиль». Это официальный сайт, по аналогу нашей идеи, связывает это с тем, что через этот портал будет рассылка повесток. Как вы считаете, вот Путин, загнанный в угол, готов к более масштабной мобилизации, чем была в сентябре прошлого года, или все будет завуалировано проходить? Эта мобилизация будет скрытой и вялотекущей? Является ли Путин абсолютным психопатом, который не отдает отчет своим действиям? Нет, ни в коем случае. Он рационален, и он все еще стремится реализовать хотя бы часть своих геополитических притязаний, потому как степень разорочарования его так уже гложет до беспредела. А тут, собственно говоря, никаких успехов на поле боя его весьма и весьма серьезно расстраивает. Но Путин вряд ли решится на полномасштабную мобилизацию по одной совершенно очевидной причине. Он неплохо знаком с историей, и он прекрасно помнит, к чему полномасштабная мобилизация привела в конечном итоге Российскую империю. Думаю, что он этого фактора крайне боится, боится смуты, боится серьезных протестных настроений. И до тех пор, пока его аналитики, его советники будут говорить о том, что такого типа решений будут абсолютно нерациональными и неоправданными, он будет искать иные пути для того, чтобы усилить боевые возможности пути из Калии. В том числе и за счет призыва на срочную службу. Вот хотел как раз уточнить, да, мы уточним, что Путин на днях подписал указ о призыве в Российскую армию с 1 апреля по 15 июля граждан в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 147 тысяч человек. То есть вы считаете, что срочники все-таки окажутся на фронте? Коллеги, я предлагаю взглянуть на эту ситуацию глазами обычного российского военного чиновника. В соответствии с российским законодательством территории Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей – это российские регионы. Что запрещает солдатам-срочникам проходить службу на территории новоприсоединенных регионов Российской Федерации. Плюс, опять же, исторический опыт участия солдат-срочников в афганской кампании 79-88 годов минувшего столетия. Огромное количество мальчишек погибли, выполняя так называемый интернациональный долг. Думаю, что в определенной степени тот запас людских резервов, который расформирован благодаря призыву на срочную службу весной минувшего года, потом осени минувшего года и сейчас в рамках весенней кампании 23-го года, путинские генералы будут в тот или способ использовать. Потому как весной минувшего года было призвано в ряды российской армии чуть более 100 тысяч российских срочников, осенью 120, сейчас они планируют призвать 147 тысяч. Но тут мы должны учитывать еще один очень важный факт. Россияне не так охотно идут даже на срочную службу и плановые показатели совсем не соответствуют реальному количеству призванных солдат-срочников в ряды российской армии. Но тем не менее это очень важный фактор, который мы также должны учитывать. Владислав, подождите, вот такой срочник на фронте 18-летний, какова его миссия будет и опасность в нем? Коллеги, я предлагаю вспомнить нам с вами события февраля-марта 2022 года. Тогда российские срочники наравне с военнослужащим контрактной службой точно так же принимали участие в атаке на суверенную Украину, выполняли боевые задачи согласно штатного расписания и в боевых порядках тех подразделений, которым они были приписаны. Мы работали медстрелками, пулеметчиками, механиками, водителями и выполняли прочие задачи в рамках тех боевых задач, которые возложены на те подразделения военнослужащие, на которых они являлись. То есть они были такими же убийцами, преступниками, мародерами и насильниками, как и их старшие товарищи военнослужащие контрактной службы. Ничем они не отличались по сути, но разве что статусом там срочники и в одном случае в другом случае контрактники. Владислав, спасибо вам большое за разговор, за ваши комментарии. Напомню нашим зрителям, Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины, был с нами в эфире Freedom. Всего доброго, до новых встреч.